Мы продолжаем выпуск. На очередном заседании Совета по этике проанализирована работа ряда учреждений, рассмотренные материалы в отношении Акима, Ула и Ирколь. На Совете был заслушан отчет о работе по противодействию коррупции областного управления образования Департамента юстиции Орала-Сардаринской бассейновой инспекции. Член Совета Серег Тенисбаев выразил неприятие практики делать оргвыводы на основе выкладок в социальных сетях. Отдельные люди, по его словам, используют сеть для устрашивания госслужащих и решения своих личных вопросов. Член Совета считает, что если госслужащий чист, он должен обратиться в суд по поводу вывлененных против него обвинений, либо покинуть должность. Такая тенденция пошла. В соцсети, в частности, в Фейсбук, очень много людей пишут. Тот взятки берет, тот это делает, тот это делает. И вот сейчас у нас, оказывается, даже в агентстве по делам госслужбы нету мониторинговой группы, кто соцсети отслеживает. Вот пункт 14. При предъявлении государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях, он должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению. Давайте будем отслеживать, если написали, что там, если там, например, в части этого, что взял взятки, кому-то что-то отдал, отслеживать, либо он должен подать в суд на него, потому что вообще уже любой человек свои проблемы начинает так решать. Поэтому либо он должен покинуть свое место, сказать, да, это правда, я там нарушил закон здесь, то, что написано, либо сказать, это неправда и подать в суд. Это давно прописанная норма, она с самого начала была. Не надо мониторить. Что касается Акима Ола и Ирколька, Макшинского района, Калдашпаева, его сын был задержан за рулем служебной машины отца. По словам Акима, водитель был в отпуске, и он попросил сына отвезти автомобиль в СТО, заменить масло. По данному вопросу члены совета единогласно решили вынести предупреждение.